Пора уже. Слава Богу. Так, друзья, приветствую всех. Сегодня у нас 26 июля 2018 года. Сегодня провожу я семинар. Он заглавлен как «Экклезия семпер реформанда». Церковь всегда реформируется. Первая часть. Сегодня вечером будет три части. Вот сейчас 16.00, потом 17.00 и 18.00 по киевскому времени. Я чуть раньше включил, чтобы можно было бы уже подсоединяться. Буду отвечать на вопросы также. Вопросы, которые мне прислали на e-mail, на почту электронную. И также здесь, которые будут писаться или пишутся уже. Нет, еще нет. Я трансляцию делаю на канале своем YouTube. Бишоп Журавлев YouTube. И здесь на Facebook. Параллельную трансляцию делаю на Facebook. На своей такой основной, что ли, официальной странице, будем так говорить. Слава Богу. Вот, буквально еще пару минут и начнем уже. Можете вопрос уже писать, кстати, уже, друзья. Я дуньку выключу, чтобы лишний шум не мешал семинару. Слава Богу. Да, приветствую, кто уже подключается. Приветствую, кто включается уже на YouTube, вижу. На Facebook. Также на странице уже есть подключившиеся. Слава Богу. Слова вот эти. Экклезия, семпар, реформанда. Церковь непрестанно или церковь всегда реформируется. Название семинара. Да, и перед началом, еще пару минут есть, я хочу сказать о служениях. Здесь, значит, вот такие мы распечатали, такие листовки, как назвать их, прокламации, листовки, да. Преображенский собор. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Преображенский собор. Вот, уже остается меньше месяца у нас до собора. Наша такая конференция. Евангельская, такая православная, реформаторская, обновленческая конференция. Вот, и будет здесь в Киеве, в нашей Киевской архипископии. Эта конференция. Вот, на преображение Господня. Вот, на, ну, 19 августа, когда православные церкви, там, католические, грехокатолические, многие протестантские церкви, вспоминают такое библейское событие, евангельское повествование, из евангельских повествований о земной жизни Иисуса Христа. Преображение Господне. Преображение Господне, да. Воскресенье, 19 августа. Кто будет в Киеве, добро пожаловать. Значит, это, как обычно у нас, служение проходит по воскресеньям в арендованном помещении. Это улица Леонида Первомайского, 6. Вот, и вот там будет и служение, и собор сам. Ну что, можем начинать, наверное, уже, да? Хотя я пораньше включился. Вот, слава Богу. Помолимся, друзья. Давайте помолимся сейчас перед началом. Вместе давайте помолимся теперь. Коль, кто-то уже подключился. Несколько человек уже подключилось. Я еще делаю и запись на камеру. Значит, что там и качество лучше будет, и не будет перебоев. Потому что, все-таки, когда с трансляцией, то есть из-за скорости интернета не вполне соответствующей, то бывают такие перебои, как бы, перебои. Вот, обрывается связь иногда. Поэтому не обессудьте, если уж временно так прекратится. Но потом оно сразу автоматически обновляется, соединение. Вот, но по-любому будет запись Божья выставлена. Помолимся, друзья. Остается последняя минута уже. Господи, благослови. Боже всемогущий, благослови этот семинар. Все эти три части сейчас благослови, предстоящие нам сегодня. Благослови, Господь. Как вот в самом названии этих трансляций, этого эфира, обозначено Экклезия Семпер Реформанда. Церковь всегда реформируется. И вот перед этой первой частью я прошу тебя о твоем благословении, Господь. Благослови всех, кто сейчас уже подключился. Благослови, Господь, меня, как вот спикера этого семинара. Благослови, потому что без тебя ничего не могу сделать, Господи. Но с тобою все могу сделать. Боже всемогущий, тебе всю славу воздаю, Господь. И за этот семинар, и за все служения, Господь, Боже. За все, за все тебе слава и хвала. Боже, ты тот, кто был, есть и грядешь. Ты и альфа, и омега, начало и конец, первый и последний. Боже, и прошу тебя, так как действительно только ты, ты и только ты. Боже, от тебя все, Господь, Боже. Боже, веди, Господь, сейчас меня, как вот спикера. Веди всех нас сейчас в Духе Святом Твоем, Боже Всемогущий. Ты сказал, я с вами во все дни, до скончания века. Ты утверждал, Господь, это слово, Боже, ученикам своим. И мы верим этому слову. Аминь. Аминь, друзья. Аминь, значит, истина, правда, да будет так. Я верю в это. Аминь, говорю Богу. Ты с нами во все дни, до скончания века, Господь. Спасибо тебе, Боже Всемогущий. И ты сказал, где двое или трое собранного имя Твое, Господь, там и ты посреди. Сейчас здесь в сети интернета, Господь Боже, через эти технологии современные, Боже, благодарю Тебя за интернет, благодарю Тебя, Господь, за эти технологии, Боже, которые святым для большего освящения способствуют. Праведным, чтобы творить правду еще. Боже Всемогущий, хотя нечестивые, чтобы творить нечесть еще, и грешные, чтобы грешить еще, но Боже Всемогущий, твоим детям, любящим Тебя и Тобой призванным, все содействует ко благу. Боже Всемогущий, и интернет тоже содействует ко благу. Боже Всемогущий, слава Тебе. Боже, благослови, Господь, сейчас в сети, кто подключается, Боже, кто будет подключаться, и те, кто потом будут смотреть это все на Ютубе, Господь Боже, или вот на Фейсбуке здесь, Боже, здесь на Ютубе. Боже, благослови, Господь, пусть Слово Твое, живое и действенное, которое острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает внутрь нашего естества. Боже Всемогущий, слава Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, Боже Всемогущий. Благослови, Господь, и предстоящий собор, Господь, о котором Боже сегодня вот уже упомянул в предисловии, Боже, благослови, Господь, всемогущий, потому что на самом деле, Боже, наше собрание, оно имеет смысл только лишь в Тебе и во имя Твое, и для славы Твоей. Благословенный Господь, Бог наш, Аллилуйя, Аллилуйя. Я прочту из Слово Божьего, как раз в начале, здесь вот, из Библии, второе послание Коринфянам, 5.19. Это, значит, кто подключился сейчас, значит, это такие листовки, здесь в Киеве мы напечатали, это, значит, к Преображенскому нашему собору. И есть некоторые тезисы этого собора уже обозначены, некоторые будут выработаны попозже, в эти дни уже, я жду сейчас от наших священнослужителей. Если кто подключился, значит, Кифа, значит, отец Алексей, епископ Павел, кто еще подключился, я не знаю, из братьев, отец Виктор, то, значит, присылайте мне, я жду ваши тезисы, чтобы тоже пропечатать, чтобы перед собором, накануне собора, тоже нам сделать такой общий уже, как газету, что ли, ну, именно формат, наверное, будет газетный такой, или такой же вот. Значит, чтобы обозначить тезисы реформации, а некоторые тезисы мы выработаем на самом соборе, на самой конференции. Ну, вот, в преамбуле здесь обозначены места писания, которые я хочу как раз зачитать сейчас, в начале этого семинара. Бог, я читаю из 2 Коринфянам 5.19, 2 Коринфянам 5.19, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Вот это один из таких, одно из таких ключевых мест из Писания. Священное Писание раскрывает нам, приоткрывает нам Бога, приоткрывает нам действительно естество, божеское естество, причастниками которым мы становимся все более и более, погружаясь в Него, в Его святую любовь. И Его естество, Он хочет, Он есть любовь. И Он действительно хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший Себя для искупления всех. Аминь. «Для искупления всех». И Бог во Христе, как я сейчас выше прочитал, примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примиритесь с Богом. Аллилуйя. Самое великое слово для истрадавшегося человечества. Примиритесь с Богом. Я хочу сейчас два слова сказать, буквально в самом начале. Я обычно перед семинарами тоже стараюсь хотя бы два слова сказать о покаянии, о примирении с Богом. Потому что, судя даже по отзывам и потом по, значит, вот Константин пишет здесь, приветствую Божьим благословением. Аллилуйя тоже, Константин, приветствую Божьим благословением и вас. Так вот, и судя и по отзывам, и по вопросам, люди смотрят очень разные. И далеко не все примиренные с Богом. Поэтому, если Давид пишет, мир вам, вопрос, может не в тему, как вырасти духовно, что вы скажете, братья. Ну, я здесь в студии сегодня в единственном числе. Я, значит, иногда бываю с отцом Алексеем нашим благочинным здесь, иногда бываю, значит, с отцом Максимом. Вот он будет, даст Бог, уже на следующей неделе мы с ним запишем, будем тоже в прямом эфире. Сейчас я один, хотя, может быть, кто-то из тоже гостей, слушателей, может, даст какой-то дельный совет брату Давиду. Вот, и, значит, я вот, а, ладно. О слове примирения. Примиритесь с Богом. Поэтому и брат Давид, слушайте сейчас, и все, кто подключился, и кто потом в записи будет смотреть, послушайте, пожалуйста, два слова. «Бог любящий, Создатель наш, по любви своей отдал Сына Своего, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына Своего не судить мир, а чтоб мир был спасен через Него. Неверующий уже осужден, а верующий оправдан». И рай, и ад начинаются еще здесь, на земле, для каждого человека. В этой временной жизни. Поэтому примиритесь с Богом. И давайте помолимся, принимая жертву Иисуса Христа на Голгофе, принесенную два тысячелетия назад. Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Один из братьев тоже вопрос задал, такой, значит, на Фейсбук, в сети, значит, когда имеем общение вот такое, значит, интернет, допустим, как сейчас, допустим, несколько человек уже подключилось здесь, на Фейсбуке, ой, на Фейсбуке здесь, да, на трансляции, могу перепутать, здесь идет трансляция сейчас на Ютуб, вот, значит, уже несколько человек есть уже. И вот, примиритесь с Богом. Господь, спасибо тебе. Аллилуйя. И омывает ли кровь Иисуса Христа в таком общении? Да, омывает кровь Иисуса Христа и в таком общении. Если во имя Иисуса Христа мы собираемся. И неважно мы, телом присутствуя или же телом отсутствуя, но духом присутствуя. Вот, как в данном случае, наши тела находятся в разных городах, порой в странах, но наш дух сейчас, наши души, они соединяются с Духом Господним вместе. И кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И я прошу прямо сейчас во имя Господа Иисуса Христа, чтобы кровь Иисуса Христа омывала от всякого греха сейчас всех слушателей и зрителей, всех, кто подключается. Либо кто уже верующий, либо кто еще на пути к вере, либо те, кто далек еще от веры, но душа человеческая жаждет Бога. Моя душа жаждет только Господа. Аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо. Давайте скажем Богу сейчас такие слова, друзья, и здесь на Фейсбуке и на Ютубе, кто подключился. Давайте скажем сейчас такие слова Богу, осознавая, что Бог есть, и Он любит нас, и Он отдал Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это все осознавая и принимая эту жертву, скажем такие слова, отрекаясь от дьявола и обращаясь к Богу Святому. Скажем так, во имя Иисуса Христа, скажем еще раз вместе, во имя Иисуса Христа. Я, Отец Небесный, Бог Святой, я прихожу к Тебе с верой, надеждой и любовью. Благодарю Тебя за жертву Голговскую. Благодарю Тебя за кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Благодарю Тебя, что Ты во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. Благодарю Тебя, что и я в этом числе. И я принимаю, давайте скажем вместе, повторите за мной это тоже. И я принимаю жертву Иисуса Христа, принесенную на Голговском кресте, во искупление моих грехов и грехов всего человечества. Во имя Иисуса Христа я раскаиваюсь, отрекаюсь от всякого греха. Божий всемогущий, благодарю Тебя, что прямо сейчас кровь Иисуса Христа, Сына Твоего, омывает меня от всякого греха. Давайте скажем еще раз все вместе. Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, Ты мой Искупитель, Ты мой Целитель, Освободитель. Иисус Христос, Благодарю Тебя за кровь святую Твою. Благодарю Тебя за Духа Святаго Твоего, Утешителя. И скажите так еще к Богу прямо сейчас. Все, кто слушает меня сейчас, слышат меня, видят. Скажем так, Отец Небесный мой, Бог Святой, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя о силе Духа Святаго, о крещении Духом Святым. И скажите, я принимаю Твой Дух Святой в себя, внутрь естества своего. Дух Святой, живи во мне, царствуй, веди меня. Ибо все водимые Духом Святым, сыны и дочери Божьи, дети, Творца. Аллилуйя. И начните молиться. Можно бы и паузу сделать, но вы можете, если в записи смотрите, поставьте на паузу сейчас и просто помолитесь от всего сердца. Или можете прямо сейчас, не стесняйтесь, поговорите с Богом от всего сердца. Эту минуту, давайте мы еще минуту посвятим этой молитве. Я прошу сейчас Бога Всемогущего, поговорите от всего сердца, от всего сердца. Как бы вы поговорили бы со мной, с кем еще из близких вам людей, дорогих вам людей. Потому что Бог ближе, чем самый дорогой, самый родной человек. Он ближе всего на свете для души человеческой. Поговорите с Ним своими словами, своими словами, своими словами, от всего сердца поговори сейчас с Ним. Скажи, Папа мой, Бог мой, я благодарю Тебя за все, слава Тебе. Боже, я благодарю. Пока вы молитесь, я молюсь за вас сейчас. Боже, я благодарю Тебя за всех, кто молился сегодня этой молитвы покаяния. Благодарю Тебя, Господь Всемогущий, кто будет молиться потом в записи, смотря или на Фейсбуке, или на Ютубе, Господь Боже, в других социальных сетях. Боже Всемогущий, пусть эти социальные сети, пусть эти сети интернета будут действительно сетями евангельскими, Господь, для душ людских. Боже Всемогущий. Если нечестивые уловляются в эти сети на свою погибель, то Господь Благочестивый, Боже, освящаются, Боже, в этих сетях Твоим Духом, Твоим присутствием, Господь. Ты присутствуешь и в этих сетях сейчас, Господь, в этих социальных сетях во имя Иисуса Христа. На Ютубе Ты присутствуешь, Господь, мощность сегодня, Боже, в прославлении, в хвале, в проповедях разных проповедников, разных конфессий, разных динаминаций. Везде по всему миру сегодня славится имя Иисуса Христа, Боже. И в этой программе также славится имя Господа Иисуса Христа. Всегда-всегда только Тебе вся слава, Боже Всемогущий. Прикоснись, Господь, сегодня, Боже, ко всем, кто молился этой молитвой, Боже Всемогущий, кто молится к Тебе сейчас, Боже, прикоснись, Господь. Болящих исцели прямо сейчас, прикоснись, Господь. Всякий недуг, всякое заболевание во имя Иисуса Христа прямо сейчас повелеваю, уйди во имя Иисуса Христа. Потому что наши тела – это храм Бога, храм Духа Святаго, и нет места для дьявола во имя Иисуса Христа. Так, прикоснись, Господь Боже, как Бог-целитель, Бог-освободитель во имя Иисуса. Аллилуйя. 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 Дима, сейчас идет трансляция. Дим. Алло. А сейчас трансляция на Ютубе. Подключайся. Я вложу трубку уже, потому что сейчас молитва идет и трансляция. Хорошо? Семинар. А, давай. Все, с Богом. Хорошо. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Аллилуйя. Благоставляю Диму сейчас, Дмитрия. Аллилуйя. Друзья, сейчас позвонил просто с телефона, с которого идет трансляция на Ютуб. Значит, она вот, там у меня и WhatsApp, значит, и Viber поставлен, значит, и многие пишут сообщения. Сейчас надо, наверное, перезагрузить, я так понимаю. Да, значит, многие пишут сообщения, вот, значит, а некоторые звонят, вот, и сейчас вот позвонил Дима, мой старый-старый товарищ. Вот, я очень Богу благодарен за него, он живет в Липецке, мой старый-старый товарищ. Мы вместе учились в училище художественном, Орловском художественном училище. Я художник по своей специальности, по моей доцерковной специальности, вот, и, знаете, вот, я очень Богу благодарен, что еще пацанами, еще, так, здесь что-то, еще и интернет, что-то связь прерывается. Вы знаете, еще пацанами в училище художественном, после школы, после получения среднего образования мы учились вместе тогда. Да, и, знаете, да, это было начало 80-х еще, в начале 80-х. И, знаете, мы тогда много разговаривали, но я больше разговаривал там с другими ребятами, которые были непосредственно в моей группе. Вот, художники-оформители мы были, да, будущие, да. И, в общем-то, общались, я, конечно, говорил, ну, у кого чего болит, тот про то и говорит. Ну, а верующие от избытка сердца говорят уста. Вот, и я от избытка сердца, конечно, делился свидетельством. Я делился тем, что Бог сделал в моей жизни, делился словом евангельским. Тогда молодой ум, вот, я просто очень Богу благодарен. Тогда, значит, так, еще раз, еще раз. Подключаюсь. Вот. И, знаете, рассказывал о Боге. Вот. И потом был инцидент, такое, значит, такое было происшествие, значит, в стройотряд, не в стройотряд, как называется, ну, в колхоз мы выезжали на работу, на картошку, на картошку, моркошку всякую. Ну, как в советское время обычно, школьников гоняли, учащихся там, студентов училищ, институтов. Потом также гоняли на картошку, моркошку. И вот, значит, и там, значит, там был инцидент. Вот, значит, пришли местные, деревенские, значит, и там был один парень после армии десантура, вот, значит, ВДВ там, как он там все хвастался. И он там на полусогнуто ходил, значит, там, значит, и всякие приемы на людях показывал, вот, значит, и меня избрал, значит, таким, такой мишенью своей. И, в общем-то, избивал меня. Избил меня в тот день, но Бог помиловал меня, значит, и не было, еще раз, да, и что-то Ютуб не хочет у меня включаться дальше. Вот, и, значит, и Бог помиловал меня, значит, сохранил меня даже, даже там другие эти студенты просто были в таком неимоверном удивлении, что, значит, там не было следов, значит, там вообще, и даже кличка такая у меня была, там, прозвали, среди прочего, прозвали еще непробиваемый. Вот, значит, там, ну как для меня, мужик избивал меня, а мне вообще, как с гуся вода. Вот, это было тут чудом, это было свидетельством для ребят, вот, от Бога, но еще большим было свидетельством то, что я не сопротивлялся, то, что я не поддавался искушению именно ответить ему на его агрессию. И, значит, и что я делал? Я просто молился, и все, значит, и, значит, и когда брать вопрос задали, значит, ну как братья, ну вот с кем учились, вопрос задали, значит, то, значит, я, значит, сказал так, что написано, что вот как раз я рассказывал об этом накануне, что, значит, ударят в щеку, поставь там вторую щеку, вот, и это, конечно, многих удивило, многие там негодовали на меня за это, что вот, мол, там религия до чего доводит тебя, вот, лучше бы, как советский парень обычно бы ответил бы и все. И вы знаете, ну самое интересное произошло потом, самое интересное произошло уже позже, значит, 30 лет спустя эта история имела продолжение свое, представляете, 30 лет спустя эта история продолжилась таким образом. Нет, ну не с тем, кто избивал меня, нет, с ним уже не могла она продолжиться, вот, он поднял руку на дитя Божье, на помазанника Божьего, и, знаете, и, конечно, печально закончил он свою жизнь, он хотел на другой день прийти убить меня, значит, ну, по крайней мере, там, уходя со своими, там, подельниками, бандитами, он об этом говорил, вот, этого жиденка, говорит, замочим кровь с молоком, говорит, вот, и, вот, замочим этого жиденка, вот, меня жидом там обзывал, он прицепился, ему казалось, что, значит, я еврей, хотя я сам, честно говоря, так, ну, такой я еврей, у нас, я больше татарин даже, потому что у меня больше родня, даже татарская, они же, это, еврейская, ну, по отцу еврейская, да, по матери татарская семья, и у нас там в группе были, в группе среди студентов там со мной были ребята некоторые, ну, более еврейской, так, внешности, будем так говорить, внешне, схожи, ну, с классическим, как бы, представлением о еврейской расе, как бы, ну, будем так говорить, но их он не трогал, а почему-то на меня взъелся, и меня именно жидом и обзывал, вот, значит, и хотел уже убить меня, но они пошли там заниматься блудом, развратом, значит, ушли той ночью, а на другой день он должен был, хотел прийти, значит, со мной погончить, как он говорил, не знаю уж там, сколько он там, насколько он серьезно это хотел, но, по крайней мере, всем было страшно, мне бы, конечно, было жутковато, вот, но на другой день он не смог этого сделать уже, просто чисто физически он не смог это сделать, потому что он погиб, трагически погиб, и, знаете ли, там на Деревенский такой страх напал, что вот, мол, там, он там, авторитет такой самый драчун был в этом селе, десантура, там, ВДВ, вот, хотел же, да, замочить, значит, а сам трагически погиб, знаете, вот на них страх напал, я не знаю, сейчас там ребята Деревенские, сейчас уже, конечно, уже, кто уже, уже ребята, уже мужики, помнят, не помнят, но, по крайней мере, тогда для них это было, ну, очень серьезным таким свидетельством, что действительно, что есть Бог на свете, Бог Израиля, Бог, вот, и, значит, и поднимать руки на помазанника даром не проходит никогда, вот, я потом, конечно, взял для себя еще урок, тогда еще совсем еще был зеленый верующий, но, знаете ли, взял потом для себя урок молиться за тех, кто гонит меня, благоставлять гонителей, значит, тех, кто хочет убить меня, там, благоставлять их, молиться за них, потому что они сами не понимают, во что ввязываются, они-то думают, что имеют дело с человеком, просто с человеком, но касается, касающейся вас, касается зеницы, око Божье написано, если Бог в нас, а мы в Боге, то в таком случае, значит, вот так вот все происходит, как-то, но, а вот свидетельство такое, как раз сейчас Дима позвонил, вот, 30 лет спустя, да, это имело продолжение, эта история, каким образом Дима покаялся, вот, да, один из товарищей моих, он 30 лет, он меня не знал больше, мы не общались 30 лет, значит, на протяжении 30 лет мы с ним не имели никаких контактов, вот, даже и подзабыли друг друга, фактически, но, знаете, у него своя жизнь, у меня своя жизнь, вот, наши пути не пересекались никак, я священнослужитель, потом реформатор уже, евангельский верующий, такой же, евангельский православный, вот, и, знаете ли, он, он так и пошел по этой стезе, художественный художник, стал спиваться, значит, пьянка, блуд и стал погибать от грехов этих, и, знаете ли, и вот, ровно через 30 лет, он вдруг, потом мне рассказывал, Дима, ни с того, ни с сего, вдруг стал все вспоминать, что пацанами, о чем мы разговаривали, о чем я говорил, и вот та история, вот, в колхозе, его зацепило, вот, и он покаялся, уже 4 года он как покаявшийся человек, и сегодня он проповедует у себя в церкви, Писиатнической протестантской церкви, слава Богу, это, ну, более детально не буду рассказывать, потому что время уже будет мало совсем, в этой первой части я, видите, больше молюсь и свидетельствую, но название Экклезия Семпа Реформанда, церковь непрестанно реформируется, этому соответствует, потому что церковь это я, я это церковь, церковь это ты, ты это церковь, церковь это не просто здание, это не просто структура, это не просто конфессия, там, деноминация, это не просто обряд, традиция или что-то еще, нет, церковь это живой человек, это живые души, живые камни, потому что мы живем в эпоху третьего храма, Который строится из живых камней Значит, пользуясь случаем Хочу тоже пригласить как раз на семинар В понедельник буду проводить Здесь, в Киеве Я не знаю, там есть ли интернет у них Достаточно скоростной, чтобы Проводить онлайн, но, по крайней мере Кто в Киеве, приходите Вот здесь, на Черниковской Возле станции метро Черниковска Где СНЛ находится офис На Попудренко Вот, так что, как раз буду об этом Я и говорить, и буду продолжать эту тематику Слава Богу Вот, и обновление, реформация Значит, скажу так Это действительно воля Божья Потому что Действительно Человек Живой человек, это живой камень Это живой организм, будем так говорить, да Часть вселенского организма Тело Иисуса Христа Тело Иисуса Христа И поэтому Реформация Церкви В купе всей, если брать вселенской церкви Да, Господней То это Начинается с реформации Каждого Отдельности члена Каждого из нас Каждого христианина Реформация Каждого христианина в отдельности Слава Богу А слова эти Говорили отцы древности И эти слова Приписывают Значит, еще Киприану Карфагенскому В третьем столетии Который говаривал Но Безусловно Значит Можно предположить Что Киприан Карфагенский Не был автором этих слов А он лишь Передавал эти слова Потому что Те поколения Это Третий век нашей эры Через 200 лет Тогда было всего лишь Христианской церкви Тогда были живы Многие Из уст в уста Передаваемые Слова апостолов И Господние слова Вот Значит Тем более Иисус-то Он говорил много Значит О царстве Своем То есть О церкви своей Вот Здесь что-то Перебои Прерывается Опять связ Ну ничего Слава Богу Есть Камера И идет запись Надеюсь Вторая часть Не будет С такими Перебоями Таким перерывами Вот И Значит Но Сегодняшний семинар Я посвящаю Вообще В целом Блаженной памяти Одного Праведника Человека Божьего Который умер 72 года Ровно 72 года тому назад В 1946 году Он умер 26 Как раз Вот Июля Это был Святитель Александр Веденский Александр Веденский И вот Тоже его слова Здесь обозначены У нас Собором В тезисах Таких Соборных Предсоборных Евангелие Говорит Не только О горних высотах Оно пришло Оно пришло Небо Опустить До земли И землю Возвысить До небес Новая жизнь Загорается Пасха У нас В душе Церковь Воскреснет Христос Воскрес О, yes Слава тебе Господь Христос Воскрес О, yes Христос Воистину Воскрес И потому Церковь Воскреснет И реформация Что это Как не воскресение Это воскресение Церкви Божьей Слава Богу Вот И Ну К сожалению На ютубе Больше не идет Трансляция Почему-то Я не знаю Почему Ну ладно Идет Здесь Зато на фейсбуке Ну и в записи Здесь Хорошо друзья Благоставляю всех вас Во имя Господня Во имя Иисуса Христа Благоставляю Все Пускай Сохраняется Это видео Здесь На ютубе Вас благоставляю Во имя Господня Во имя Иисуса Христа Давайте сделаем Перерыв Сейчас Надеюсь Технически Все получится Сейчас уладить И продолжим Через полчасика В 17.00 По киевскому времени Но я пораньше Чуть включусь Аллилуйя Аллилуйя